доброе утро youtube я вас обожаю у нас сейчас наверное пол третьего наверно уже пол третьего ночи я только что собрала чемодан места в чемодане нет вообще потому что мне сказали похолодало то есть нужно брать теплые вещи и вот я наконец-то дошла до сообщений в цепи и смотрю какое количество сообщений галина но возьмите хоть маленькую ведьмочки в украину летите но возьмите хоть он возьмите хоть это а завтра у меня целый день расписан у меня так расписан день что хоть бы вообще успеть сесть на самолет и вы знаете что я подумала ну идем воровать ведьм 3 часа ночи ведьман тот город в котором я живу зальцгиттер он находится примерно 40 45 километров от гослара и я так недолго думая ну ладно чемодан то я собрала но ручная кладь у меня еще ничего не собрано поэтому мои дорогие я благодарна вам за ваши подписки за вашу преданность за вашу активность на канале крым это отдельная тема сегодня постоянная подписчица пишет мне и говорит галина из-за санкций я не могу открыть твой магазин верну не можешь будем дальше в таком же режиме заказывать как мы это до этого делали еще одна женщина из крыма одна из самых первых подписчиков она очень просит чтобы кто-то ей помог получить ее видим в крыму вы знаете что я сейчас сделаю ну я же не могу пол третьего три ночи спросить других подписчиков я сейчас поеду в магазин и возьму те модели которые она хотела и когда я буду в украине я попытаюсь это ей отправить но в общем едем в гослар воровать видим а знаете почему воровать потому что когда я в позднее время прихожу в магазин и его открываю включаю свет там начинает играть музыка потому что реагирует камера на то что кто-то пришел и эту музыку ее слышно у соседей наверху они от этого просыпаются и пишут мне сообщение это ты как всегда или это кто-то вот если я им ничего не отвечу то они спускаются в госларе у меня такие классные соседи они за всем следят то есть я опоздала на работу например да они звонят ты где все хорошо мы знаем что ты все время в разъездах поэтому я говорю идем воровать ведьм потому что в магазин нужно будет так тихо войти чтобы никто не увидел потому что они сегодня все со мной попрощались все пожелали мне хорошего отпуска хорошей дороги если меня еще кто-то в три часа ночи увидит а я думаю что вот сейчас я выйду и в госларе я буду мне нужно минут 30 если так без штрафов без фотографии без радаров но минут 30 может даже 35 чтобы туда доехать в общем долго говорить не будем едем я очень надеюсь потому что кто-то мне написала захватите хоть какую-нибудь 40 сантиметров жалко вы не написали цвет но я попробую угадать вдруг я угадаю какую вы ведьму хотели поэтому метла уже готова летим я уже приехала а в принципе легко было ехать дорога дорога пустая но теперь будем потихонечку пробираться искать ведьми я с собой взяла сумку которая ручная кладь вот сейчас покажу вот такая посмотрим что в нее поместится нет ну главное конечно все остальное не забыть потом приеду приеду в украину буду по родственникам вещи собирать ну богом как я и говорила 24 правда еще кто-то на улице ходит закрываем не знаю наверно свет включать не будем да мне кажется так все видно так сейчас зайду на минуточку в сообщение еще раз прочитаю кто что хотел беру это и очень быстро отсюда убегаем пока нас никто не видел так показываю у меня здесь одна комната где горит свет в общем что я с собой взяла что я выбрала очень быстро это просила женщина из крыма сказала синенькую брюнетку и ту которая светится год все берем конечно меня простите но эти уже упаковывать не буду с романтикой потому что просто там света нет и не хочу лишний раз затем мне кто-то написал 40 сантиметров хоть какую-нибудь мне почему-то кажется вот может она не 40 сантиметров но я возьму эти в трех цветах если вдруг у меня завтра не поместятся какие-то мои личные вещи тогда я оставлю одну из трех эта сумка неправильная вся сумка только ведьма ну и возьму наверное немножко маленьких вдруг еще кто-то украине проснется посмотрите куда же мне все остальное положить ой мои хорошие конечно отчасти мы наверное немножко сумасшедшие люди но с другой стороны это ведь все приятные заботы правильно то есть ничего неприятного в этом нет кстати сегодня когда я была в магазине делала фото и видео для матильды я кое-что я кое-что придумала вот с этой ведьмой я сегодня на подарок украсила ее клиентам гирляндами повесила на нее часы ну очень классно получилось потом это все упаковали как подарок и продали но это мы сделали исключение только для одной потому что эти ведьмочки они относится к интернет-магазину это не для скажем так вот пока меня не будет я хочу сто процентов знать что все что вы закажете это все здесь остается и ждет вас а для туристов у нас есть это у нас стоит в другом зале так видим украли а теперь потихонечку отсюда нужно выходить я представляю как я завтра приду в аэропорт если там какой-то перевес будет придется ведьму вешать на себя одежду все одевать на себя и вот таким образом как-то выкручиваться ситуация но в любом случае я попробую я очень буду надеяться что завтра до обеда девочки отпишутся потому что я всем уже отправила сообщение пишите до обеда шлите фотографии я очень надеюсь что я угадала с моделью если нет не беда ну в любом случае просьбы ваши выполню вы знаете это настолько классно вот когда вы такие активные тогда это меня мотивирует а почему бы нет до скорого я хотела уйти но не уйду пока вам не покажу вот эту красоту посмотрите ночью мне кажется еще красивее кто боится лица не бойтесь настоящие ведьма обереги они миленькие они вот такие все ведьмочки пока увидимся через две недели с вами конечно не прощаюсь моими ведьм очками в ю тубе я не прощаюсь я прощаюсь со своими ведьм очками здесь так тихо спокойно так теперь беру сумку и быстро отсюда уходим пока нас здесь еще никто не видел справились успели сейчас опять загружу это видео и скажу доброе утро либо доброй ночи да а мне напишет из якутии а у нас утро так приятно на так приятно и вообще как даже вот тяжело осознавать сколько людей нас смотрят так теперь едем домой дома все это пытаемся каким-то еще чудо образом упаковать может быть еще что-то поместится в чемодан хотя я очень сомневаюсь и честно говоря мне лучше ваших ведьм транспортировать вручной клади потому что чемоданы так бросают у меня нет места в чемодане каким-либо образом упаковать украина когда я буду делать отправки по новой почте я понятия не имею как это делать предупреждаю сразу я никогда ничего по новой почте не отправляла но я думаю не страшно справимся надеюсь только что у них на почте будет картон и будет упаковка но все теперь магазинчик пока летим в зальцгиттера из зальцгиттера в киев